Привет! В сегодняшнем видео мы начинаем серию уроков о рывке классическом, но сегодня мы посвятим наш урок самому главному и самому интересному, это подрыву в рывке. Смотрите! Хотел бы начать с того, что, в принципе, вы знаете, тяжело объяснить то, что нужно прочувствовать. Подрыв это тот элемент, та фаза, больше, наверное, тот элемент, который нужно прочувствовать. Его очень тяжело объяснить, но я сегодня постараюсь дать несколько упражнений, чтобы направить вас на правильный рабочий путь, благодаря которому вы сможете включить в свою подготовку отработку непосредственно самого подрыва. Поэтому смотрите и знайте, что тут нужно сделать большую работу. Знаете, кто-то это может понять с первого раза, кто-то может быть с сотого, кто-то может быть еще больше. Поэтому что-то нужно просто прочувствовать. Тяжело для объяснения, но нужно прочувствовать. Поэтому я покажу два элемента и одно упражнение, благодаря которому вы сможете это отработать. Первое. Направлено на взаимодействие рук, работы рук, ног и трапеции. Для начала хочу сказать, что лучше, конечно, все это отрабатывать на металлической трубе, имитируя гриф, штангу. Потому что штангой сделать это в самом начале очень тяжело. Для этого берем штангу рывковым хватом, опускаем ее вниз на свободные руки, отводим таз назад, разводим колени в стороны. Тем самым у нас получается, как будто штанга находится в кармане. Мы можем даже убрать руки, и штанга остается здесь. Вот в таком положении, когда у нас колени разъединены в стороны, вся нагрузка идет, мы чувствуем, что мы стоим на полной стопе, и вся нагрузка идет на бедро. То есть мы чувствуем, что мы стоим на полной ноге, то есть в ногу. С этого положения мы выталкиваем за счет ног штангу вверх, и дорабатываем локтями, направляя штангу вверх. То есть мы опустили в карман, встаем, выталкиваем штангу вверх, дорабатываем локтями и трапецией. При этом локти мы тянем вверх. Опять же встали, выпрыгнули, доработали. С весом, со штангой, это будет выглядеть приблизительно вот так. Опустили. И с этого положения, с полной ноги мы выпрыгиваем вверх. Опять же опустились. Что очень важно, что после выталкивания ногой у нас подключается рука. Мы начинаем дорабатывать рукой. Это нужно сделать одновременно. Мы сели, загрузили ногу, выталкиваем ногой и дорабатываем рукой. Тянем трапецией вверх. Следующее. В основном направлено на саму четкость. Четкость и на сам подбив, на сам удар подрыва. Для этого то, что мы использовали и в толчке, переносим. Когда мы изучали подрыв в толчке, переносим сюда. Мы опускаемся вниз. Отводим руки от себя со штангой. Когда штанга по инерции возвращается обратно, мы делаем удар бедром и направляем локтями штангу вверх. Удар направили вверх. Удар направили вверх. Удар направили вверх. Локти должны смотреть у вас вверх. Такое ощущение, как будто вы штангу немного накрываете плечами. То есть даже аж заворачиваются локти вовнутрь. Отвели, подбили под себя. К этому ко всему мы добавляем еще выход на носки. Как это выглядит? Смотрите. Отвели, подбили, вышли на носки. Вышли на носки. И в последней фазе мы можем проверять все следующее. Что когда мы стоим на носках, у нас должно быть локти смотреть вверх. Они не должны быть завалены назад в таком положении. Локти должны быть направлены вверх. В таком положении мы можем стоять секунду, 2, 3, 4. Опять. Отвели, подрыв, стоим. Со штангами, конечно, получается больше звук. Что и является основным показателем подрыва. Отвели. Многие из вас задают вопрос, где должен быть сам подрыв. Где место самого подрыва. Скажу так, что в зависимости от данных тела, конечно же, высота подрыва у каждого будет по-разному. Но есть основные две позиции, которые в основном отмечены при поднятии штанги. Это первое. Это до паха. То есть это где-то вот эта вот зона. Четвертая часть бедра. И пах. То есть выше паха. То есть ниже живота. Вот эти две зоны, это уже в зависимости от того, какие у вас руки, какие у вас данные. В этих зонах делается подрыв. Скажу так, что раньше, из своей 16-летней спортивной карьеры, лет 10 я делал подрыв ниже паха. То есть делал где-то чуть выше середины бедра. Из-за этого я очень много терял в результате, в килограммах. Когда у меня толчок уже был, у меня большой был разрыв. Поэтому основная моя проблема, это был подрыв. Потому что штангу в основном я делал за счет протяжки. Когда я перенес подрыв немножко выше, я добавил, ну сразу же скажу, на больших весах где-то килограмм 15-20. Что было в принципе видно по последним соревнованиям, когда прогресс в килограммах за год увеличится на 15-20 килограмм. Поэтому каждому решать по-разному. Конечно же подрыв в пах иногда бывает очень болезненным. Потому что основная ошибка, если вы сильно набиваете и у вас есть болевые ощущения, то это является тем, что во время подрыва вы раскрыты. И вы бьете лобковые кости. Для этого нужно накрыть. То есть вы должны прийти в подрыв. Момент подрыва накрытым. В таком положении. В таком положении вы делаете ваше взаимодействие со штангой. Происходит непосредственно с бедром и с лобковой частью. Следующее. Это упражнение, которое нам поможет связать все два этих элемента. И отработать уже с килограммами это движение. Для этого нам нужна будет тумбочка, либо плинт. Сейчас вы увидите, как это будет выглядеть. Вы спросите, что это такое. Многие, конечно, из вас знают, кто тренируется непосредственно в тяжиатлетических залах. Это плинт, с которого выполняется рывок с плинтов. Но его можно еще использовать и для тяги. Почему именно этот плинт? Потому что я вам, конечно, советую, чтобы высота плинта была такой, чтобы когда на ней был гриф, вы подошли к грифу, чтобы гриф был на уровне колена, либо чуть ниже. То есть это не должно быть выше, это не должно быть сильно низко. То есть это самая оптимальная высота, с которой хорошо отработать непосредственно это движение. Еще. Это движение, конечно, лучше всего выполнять с лямками. Для того, чтобы мы не отвлекались на работу, взаимодействие руки и штанги, на захват, для этого лучше, конечно, использовать лямки. Привязываемся, принимаем положение. Для этого разводим колени в стороны, стопы также разводим в стороны, отводим таз назад. И главными ключевыми точками должно быть, опять же, то, что мы плечами накрываем гриф и накрываем колени. С этого положения мы должны стоять на полной стопе, для этого мы можем перевалиться с пятки на носок, должны чувствовать, что мы стоим на полной стопе, и с этого положения мы можем полностью толкнуться вверх. С этого положения мы выпрямляемся вверх, делаем полутягу и дорабатываем руками после подрыва вверх. Локти, опять же, обращу ваше внимание, что мы локти тянем вверх. Мы их не заваливаем назад, а тянем ровно вверх. Приняли, вышли. Если вы слышите, что у вас появляется звук при работе со штангой, это является первым показателем того, что подрыв вы делаете правильно и что штанга играет. При первых подходах я советую, конечно же, не выходить на носки, то есть отрабатывать сам подрыв, саму тягу, не выходя на носки. Потом мы уже добавим с вами выход на носки, и вы увидите, что к движению добавится яркость и вылет штанги. Добавляем. Опять же, берем ленки. Не брезгуйте лямками, потому что такие подсобные упражнения, конечно же, лучше выполнять с лямкой. Возможно, где-то я их повторюсь, но когда вы зацикливаетесь на том, как вам нужно держать штангу, и так, чтобы она не вылетела, у вас все направлено на то, что руки зажимаются. Тем самым движение производится несвободным. То есть руки несвободны, из-за этого штанга не получает тот полет, который она должна получить. Опять делаем захват, принимаем стартовое положение. Колени разводим в стороны. Стоим на полной стопе. И выправляемся вверх. Делаем подрыв и выправляемся вверх. Вы должны, как будто после удара, направить штангу вверх, непосредственно ударив так, чтобы передать энергию ногой штанге, чтобы она полетела вверх, и доработать уже рукой. Сейчас я покажу то же самое движение, только с выхода на носки. Вы посмотрите, какая-то разница. Первое движение без выхода на носки. Теперь мы добавляем выход на носки. Вылет штанги. Конечно, это же, это делается высокая тяга. Вылет штанги чуть выше груди. То есть даже где-то, в какой-то случай, до подбородка. Опять же, повторюсь. Для начала отрабатываем без выхода на носки, для того, чтобы прочувствовать непосредственно само вставание и работу при подрыве. В дальнейшем мы добавляем выход на носки. Что бы еще хотел сказать? Что это упражнение, оно дополнительное. Оно не основное. И его очень важно отработать с маленьким весом, для того, чтобы в первую очередь прочувствовать. Прочувствовать вес, прочувствовать работу и взаимодействовать со штангами. Поэтому лучше всего делать это с маленьким весом. Не добавлять. Даже в самой лучшей форме я выполнял это упражнение максимум с 80 кг. Поэтому смотрите сами. Главное, чтобы вы это прочувствовали. Вот на сегодня все. Надеюсь, что что-то в вашей голове даст вам понять о том, что вы можете это попробовать. И у вас это может получиться. Опять же, повторюсь, наверное. Но то, что я увидел в интернете, в основном у тех, кто пытается объяснить рывок или сам подрыв, то многие, кто это пропускает. Потому что очень тяжело объяснить то, что нужно прочувствовать. Благодаря этим упражнениям вы можете направиться, встать на тот путь, благодаря которому вы можете почувствовать самодвижение и сам полет в штанги. Если вы это сделаете, я вам хочу сказать сразу, что вы очень сильно добавите в результате и можно сказать, что будете хорошо прогрессировать. Поэтому подрыв – это очень важно. И этому нужно уделить очень большое внимание. В следующем видео мы рассмотрим непосредственно сам рывок. Опять же, мы немножко остановимся на подрыве, но мы рассмотрим сам рывок. Поэтому смотрите, учитесь, пишите комментарии. Пока. Еще бы хотелось бы дополнить маленькие особенности. Если вы будете делать это упражнение, если у вас будут получаться вот такие вот маленькие синяки, то это нормально. Я вам даже скажу больше. Штангиста на пляже можно определить по одному из показателей, когда у него на бедрах нет волос. Потому что все, можно сказать, сбривается за счет подрыва. Поэтому те, кто делает это впервые, если у вас будут синяки и будут болевые ощущения, это нормально. Значит, вы делаете на правильном пути. Субтитры сделал DimaTorzok